Привет всем, кто заглянул на мой бьюти-канал. На повестке дня у нас тестирование одной-единственной кисти для всех лицевых работ. Давайте проверим, не только реально ли нанести все от базы до коррекции лица одной кистью в один день. Даже возможность это сделать мне не так интересует. Наверное, и столовой ложкой можно накраситься при должном умении. Меня интересует, будет ли это эффективно, быстро, и есть ли вообще смысл в таких вот кисточках, которые сейчас становятся популярными. Моя от Crown Brushes, она называется Geisha Beauty Blender, и, наверное, название в ней мое самое любимое. Также такие были у MAC, довольно известная, еще похожая даже на вид, от Becca, называется The One Perfecting Brush. Также в этом видео покажу вам небольшой краш-тест новой помады от Kailin в таком красивом оттенке. Давайте поговорим про эту кисть. Где-то от 13 до 45 долларов продаются вот такие. И моя от Crown Brushes, сейчас она как раз со скидкой, и, по-моему, Crown доставляют в Россию, так что ссылка будет внизу. Если такие достать не получится, то дорогой, но даже лучше собранный вариант от Becca всегда можно купить и в России тоже. Концепт этих кисточек. Натуральный ворс, очень плотной сборки, он довольно мягкий на кончике, поэтому хорошо шлифует, который хорошо заполняет рельефы. То есть, если вы возьмете обычный апельсин и захотите сделать ему макияж, то вот этой кистью у вас получится более ровное покрытие, чем практически любой другой. Как бы комично и бессмысленно это не звучало, но если это действительно так и кисть выравнивает рельеф, то это будет очень хорошо для людей с морщинками и расширенными порами. И плотный щетинок позволяет продукту не очень сильно опускаться внутрь. Если даже вот так вот мы использованную кисть отгибаем, видим, что кисть далеко не целиком мокрая, продукта съела она не очень много. В моей коллекции есть две нереально функциональные кисти. Вау Браш от Кайлин и 210J от Хокахода. Они выполняют прекрасно большинство кремовых работ и также и многие сухие, но про эту я не берусь заявлять, что она хорошо нанесет коррекцию. Вот этот же прекрасно носит или кремовые, или сухие текстуры, но нанести сначала все кремовое, потом ее хорошо вытереть, высушить и наносить все сухое тоже особо не получается. Они очень функциональны, но все-таки такого огромного количества применений в один день без мытья у них нет. Ну что ж, приступим к краш-тесту вот этой вот штучки. Первым шагом полагается быть праймеру. Вы знаете, что праймер я не люблю, поэтому отыскала один из редких, который я уважаю. Это Сенсейшн Косметикс, это зеленый праймер. В отличие от большинства праймеров, он хотя бы что-нибудь доделает. И будем наносить его на те зоны, где у меня есть краснота. С одной стороны, пальцами получается значительно быстрее, с другой стороны, кисть действительно затирает продукт в поры и выравнивает поверхность за счет своей шлифовки и своей сборки. Поэтому вроде бы не зря наносили. Далее полагается или тон, или биби-крем. Я предлагаю наносить биби-крем от Кайлин, потому что многие просили показать его на коже. Он вот таким образом выдавливается. Нам надо набрать его на нашу кисть, но предварительно лучше его осалфетку очистить от праймера. Особенность этого биби-крема в том, что цвет довольно нейтральный. Сейчас это будет видно на моей коже. И он очень хорошо маскирует, при этом выглядит как кожа. Но я обычно наносила его или специальной кистью, которая для него предназначена, или пальцами. Растушевка такой кистью происходит очень быстро. И действительно она бьюти-блендер гейшей. Становится понятно, почему она получила такое название. Вокруг носа нанести сложно. Вроде щетинки попадают туда, но продукт там не остается. Вот эти моменты супер быстро растушевываются. Все большие детали, поэтому за нанесение тона ставлю плюс. Пробую сделать чуть плотнее слой на носике, но на самом деле это сложно. В основном кисть автоматически создает везде одинаковой плотности покрытия. Поэтому если вы любите, чтобы было натурально и не плотно, тогда вам понравится. Если вы любите где-то сделать плотнее слой, тогда, вероятно, будет неудобно. Макияж бровей, на мое удивление, не пострадал. И на носу единственное место, которое мне было сложно нанести. У меня все время с кончика носа эта кисть сама же снимала лишний продукт, который только что нанесла. Следующим пунктом полагается быть консилер. И я подумала, когда я это услышала, серьезно, вы правда думаете, что вот этой громадной кистью можно нанести продукт, который носится точечно на лицо. Давайте пробовать. Предыдущее средство прекрасно, мне кажется, замаскировало все, что можно. Но раз уж надо, то давайте. Немного вот сюда, там, где я не смогла сделать добавочное покрытие в предыдущий раз, с предыдущим продуктом, немного вот сюда. Рядом с областью вокруг глаз кисть колется. Нецелесообразно использование такой огромной колючей кисти. Она именно не колется, когда вы сильно трете. Но зону вокруг глаз вы сильно тереть не можете. Приходится похлопывать, и так кисть работает плохо. Так что попасть на самом деле сложно. За консилер приходится поставить минус, ни удобства, ни скорости. Здесь я не заметила, и зачем страдать, если лучший результат не получится. Бронзер предлагаю сделать жидкий, либо кремовый. И именно для нанесения вот этого бронзера от Перекон, который я показывала в недавних видео, я больше всего полюбила эту кисть. Мы немного распределяем, чтобы чуть-чуть у нас было на кисти, не снимая даже предыдущие слои. И протушевываем вот такими вот движениями. Получается очень красивое покрытие. И даже если я этой кистью все остальное не наношу, то бронзер этот очень люблю. Вот, в принципе, все зоны, куда нам нужно нанести. И считайте, что у нас уже растушевано. Поэтому за кремовые румяна и бронзеры поставить плюс сразу можно. Дальше полагается быть пудрой. Поэтому, чтобы нанести сухой продукт, проверяйте прямо на коже, чтобы она на ощупь была сухой. Пудра. Для меня самый номер будет посмотреть, как припудрить зону под глазами. Такая гигантская кистища просто. Я буду использовать и рассыпчатую, и прессованную пудру, потому что я не смогла выбрать. И, допустим, только Т-зону протушевываю. Красиво. Красиво. Пору затирает. С носа кисть сняла немного покрытия. Вот это место теперь менее затонированное, чем было. Это минус. И другой вид пудры, скажем, на внешнюю часть лица будем наносить. По-моему, сильно расходуется продукт таким образом. Что-то у меня пылить начали даже те пудры, которые обычно этого особо не делают. Пудра носится быстро, затирает поры. Но там, где у вас был праймер, она начинает слегка снимать предыдущий свой. Вот здесь вот немножко покрытия пострадало. Все эти кисти и MAC, и BECA, и CROWN, они жестковаты. Поэтому пудру на небольшие участки они носят хорошо только на тон. Там же, где есть силиконовый или какой-то затирающий поры праймер, там может наоборот снижаться покрытие. Поэтому выбирайте или праймер, или пудра. Сухие румяна. После пудры кисть уже не обязательно вытирать. И наносим на яблочки еще. Неплотно наносится. Могу сказать, по сравнению с остальными кисточками для румяна. Потому что, видимо, у нас уже слой пудры есть хорошенький на ней. Но очень ровно, прям весьма деликатно. Из минусов сразу могу сказать, что у меня никогда в жизни так не чесалось лицо. Я не буду ей праймер наносить точно. Максимум тон румяна, коррекцию, может быть, пудру. Пудра на зону под глазами. Знаете, это выглядит, конечно, некрасиво со стороны. Потому что приходится там корчить рожи. Но, в общем и целом. На вид хорошо, но весьма сложно самую проблемную зону у ресничного края припудрить. Поэтому, скорее всего, скатываться все будет быстрее, чем обычно. И тушь будет отпечатываться сильнее. Поэтому, наверное, на зону под глазами не стоило страдать. И наносите пудру тоже. Давайте темный попробуем. Таким движением набираем. Сделала концентрированно с одной стороны, тушевку с другой стороны. Это большой плюс, потому что вы можете контролировать, куда вы нанесете ваш оттенок. Супер ровно, супер просто, супер быстро. Здесь прям однозначно лайк. Именно для этого такая кисть, на мой взгляд, и создана. Пробуем хайлайтер. Наносится бледнее, чем обычно он у меня получается. С кисточками для хайлайтера или румян. Абсолютно бесшовно, деликатно. Так что здесь плюсик. Конечно, концентрированно вы не нанесете. Поэтому под бровь я не пытаюсь наносить. Иначе у меня там будет блестящая сама бровь скорее. Легкая коррекция носа. В принципе, возможно. Но за счет того, что контроля очень мало, вы рискуете сделать нос хуже, а не лучше. Поэтому я не советую новичкам это делать. Тестой кисточкой завершен. Также хочу попробовать новую матовую помаду от Каэлин. Оттенок у меня номер 7. Вот такой вот аппликатор в виде лопатки. У нее очень удобен. Наносить очень легко. Весьма похожа на Вайм Краем в нанесении. Даже более тонкая текстура. Давайте посмотрим, как она высохнет и как она продержится, если, например, пить кофе. Нанесение помадки весьма удобное и быстрое. Можно сделать очень тонкий слой или очень толстый. Как выглядит, мне нравится. По поводу отпечатка. Некая тонюсенькая полосочка все-таки есть. То есть в Вайм Краем, судя по всему, более стойкий, но абсолютно комфортно. По крайней мере, с тонким слоем. Кофе со сливками. И как раз небольшой след уже остается. Отпечатываться слегка, правда, может. При этом на зубы не отпечатывается. Ощущается очень приятно. Даже несмотря на то, что есть легкий перенос, на самой помаде, на вид это пока не сказывается. По внешнему виду выигрывают у помады от Anastasia Weaverly Hills. И проигрывает слегка по стойкости Вайм Краему. Но выигрывает у нубов в плане комфорта. Комфорт, я бы сказала, ну точно не хуже, чем у Violetine от Вайм Краем. Выводы по поводу кисточки и всего, что с ней связано. С одной стороны, очень быстро и удобно. Но иногда нанесение слишком большого количества слоев все-таки хорошо не выходит. Для зоны вокруг глаз категорически не рекомендую. Для всех остальных больших лицевых работ рекомендую особенно всего, что делается вот таким затирающим движением. Просто круговыми движениями или от центра к периферии она работает похуже. Мастхэв для быстрой коррекции, румяшек, бронзеров и всего подобного. Кому не подойдет? Людям с чувствительной кожей, потому что кожа будет слегка от нее раздражаться. Тем, у кого очень много акне, потому что представьте себе, что вы все свои микробы разносите с каждым слоем во все продукты и на всю периферию лица. Кому нужна? Тем, кто очень любит легкое бронзирование и хочет, чтобы это все получалось безградки. С пятен. Либо тем, кто в принципе сталкивается с тем, что у них косметика относится пятнами. Тем, у кого мало свободного времени и мало кисточек, потому что действительно несколько кистей она заменяет. Но в общем вещь хорошая, имеет место быть, но чешется у меня нос ужасно, поэтому я лично буду использовать максимум для тона, румян и коррекции. Хотя раньше ни с одной другой кистью такого не было. А теперь большой подвох таких кисточек. Производитель говорит, что они легко и быстро моются. Это действительно так, но они очень долго сохнут. Моя сохнет часов, наверное, 30. То есть, основной концепт, то, что вы с утра каждый день пользуетесь только одной этой кистью, моете ее и используете на следующий день, не работает, потому что она к следующему утру не высохнет. Работа же по нарумяниванию, корректированию, бронзированию лица, она делает на ура и очень быстро она экономит уйму времени. И вам не придется перекладывать и примывать уйму кисточек. Надеюсь, что теперь вы легко решите, нужна она вам или нет. На этом все. Я очень надеюсь, что эксперимент был полезен. Пока. До следующих видео.